Я всех приветствую. Хотел бы сегодня предложить небольшой отрывочек из послания к Филимону. Первая, ну и единственная глава, с 10 стиха. Прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Конечно, мы не часто обращаемся к посланию к Филимону. Оно такое незначительное, маленькое, но тем не менее, это часть Священного Писания. И здесь, как я верю, содержится много уроков из апостольского учения, апостольской методики. Да-да, вы не ослышались. Именно так, несмотря на личностный характер данного послания, все равно здесь содержатся такие, скажем, взгляды Павла, которые нам сегодня полезно изучить, принять к сведению и руководствоваться как некой методикой, как неким базисом, основанием для нашей жизни. Ну и, конечно же, мы с вами знаем, о чем здесь идет речь. Те, которые знакомы с посланием к Филимону, вообще с Новым Заветом. Павел возвращает беглого раба своему хозяину. Анисим, его имя с греческого языка переводится как «полезный». И здесь игра слов небольшая, да, такая вот аллегорическая, 11 стих. «Он был некогда не годен для тебя, а теперь он годен». То есть стал опять Анисимом, пригодным тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Ну, Павел данным посланием уговаривает Филимона не горячиться, да, не сердиться на своего беглого раба, но принять его. Вот. И не только как раба, но выше раба, как брата возлюбленного. В общем-то, это главная цель написания данного послания. Ну, и сопутствующие какие-то, может быть, там, высказывания, выражения, которые тоже весьма полезны. Да, кстати говоря, раз уж мы заговорили о рабах, да, я хотел бы сказать, что Павел нигде не поддерживал идею отмены рабовладеческого строя. Прошу это заметить. Еще раз повторю. Павел нигде не призывал в своих посланиях к смене политического или общественного строя своей страны. Неважно, какой это политический, общественный строй. Рабовладеческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. Это не имеет никакого значения. Апостольская методика, апостольское учение, оно четко и ясно показывает нам, что мы вне вот этих революционных движений, вне вот этих попыток свергнуть существующий строй. Это не наше дело. Наша задача – это проповедовать Евангелие, это приводить людей ко Христу, это воспитывать учеников. Все остальное – это лежит в плоскости там властей, которые поставлены Богом, как мы знаем, и которые призваны к тому, чтобы охранять наш порядок. И любая, даже самая плохая власть, она лучше, чем анархия. Повторю это еще раз. Любая, даже самая плохая, на наш взгляд, власть, она лучше, чем хаос и анархия. И поэтому, как я уже сказал, данное послание, несмотря на свою незначительность, оно содержит вот эту очень важную истину. Тот факт, что Павел возвращает беглого раба своему хозяину, говорит красноречиво о том, как он смотрел на вообще институт рабства или рабовладельчества. Я сейчас не оправдываю этот институт. Я просто показываю, какое отношение должно быть в наших с вами сердцах вообще к этой теме. В одном из своих посланий, по-моему, 1 Коринфянам 7 глава, Павел сказал, «Если ты призван рабом, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». И здесь вот эта возможность сделаться свободным, она не предполагает силового метода или силового сценария. Она не предполагает бегство, как с Анисимом произошло. Она не предполагает восстание, революцию, мятеж и так далее. Она, эта возможность, предполагает выкуп. Если ты можешь себя выкупить или если твой хозяин тебя отпустит, тогда воспользуйся этим. Давайте четко это зафиксируем, что мы нигде не видим в апостольском учении призывов к революции. И любой, кто увлекается вот этой темой, он неизбежно сходит с апостольского основания. Просто спрыгивает с него и руководствуется какими-то ветхозаветними, может быть, примерами или ветхозаветними мыслями, руководствуется какими-то, может быть, даже содержащимися в Новом Завете мыслями, но которые не согласуются с общим течением или с общим контекстом апостольского учения. Поэтому мы стоим на апостольском основании, мы верим в того Иисуса, которого нам передали апостолы, а не в какого иного. И верим в то благоествование, которое передали нам апостолы. И держимся того, что было от начала. На этом поставим небольшую точку. Я хотел вообще поговорить не про рабство, да, и не про революции, не про общественно-политический строй. Я хотел поговорить на тему, которую я назвал так. Родить в узах. Родить в узах. Немножко поясню, что я имею в виду. В 10 стихе Павел пишет. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». И, значит, сегодня существует, возможно, какие-нибудь случаи, да, происходят в местах лишения свободы, когда действительно женщины, находящиеся в этих местах, они там рожают. Я вообще не специалист в этой теме. Может, кто занимался тюремным служением, вы об этом больше знаете. Но вообще такой вариант, да, или такая возможность существует родить в узах. Физически я сейчас имею в виду. И давайте согласимся, что это не совсем комфортно. Это не очень удобное время для того, чтобы рожать. Вот в таких условиях, в такой обстановке, в таких обстоятельствах. Но, тем не менее, такие случаи имеют место быть. К чему я клоню и о чем я хочу сегодня говорить? Я хочу молиться за себя, за то, чтобы, несмотря на внешние обстоятельства, которые могут даже напоминать узы, возможно, да, или, ну, быть неблагоприятными, быть неспособствующими, быть неподходящими, я хочу в этих обстоятельствах быть плодотворным, как ученик Иисуса Христа, как Его последователь, как служитель. И к этому я призываю вас сегодня и себя. Родить в узах. Да, я недавно на Рождество как раз-таки затрагивал тему мук рождения. Вы уж извините, что я часто обращаюсь к этой теме. Но так уж сложилось, что мы призваны быть плодотворными, независимо от того, в каких мы с вами обстоятельствах находимся. И вот, Павел, находясь в этих узах, но, наверное, те узы, о которых он здесь пишет, они немножко отличаются по режиму содержания. Извините за этот, может быть, протокольный язык. С теми узами, которые, ну, возможно, сегодня существуют. Есть разные виды режимов. Я в этом тоже не разбираюсь. Но вот так на слуху, значит, я слышал о строгом, там, особом, там, общем режиме и так далее. Или там поселение, еще как-то колония. Я в этом всем не разбираюсь. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти виды, да, или типы содержания, они отличаются различной степенью строгости, да, или, ну, скажем, ограничений, которые человек испытывает. Кому-то можно куда-то выходить, кому-то нельзя куда-то выходить. Кому-то можно передвигаться только там с руками за спиной и так далее. То есть тут много всяких нюансов. Не будем в это сейчас вникать. Но, тем не менее, понятно, что режим содержания Павла, он не был таким жестким, как, ну, например, я так думаю, строгий режим какой-нибудь или особый. То есть родить кого-то в вузах можно только в том случае, тем более гражданского, да. Анисим, он не военный, он не охранник, он гражданское лицо, говоря современным языком. И родить, привести к вере, привести ко Христу человека вот такого склада, да, или такого, ну, скажем, состояния социального, находясь при этом под арестом, ну, значит, этот арест не такой уж прям жесткий. Мы видим в конце книги «Деяний», что Павел там, ну, с воином находился, который его стерег, и там, по-моему, два года он принимал всех приходивших к нему. Вот, так же и здесь, наверное, происходило. То есть это были не самые строгие условия, и для меня это, как бы, лишнее подтверждение того, что Господь способен среди вот этих обстоятельств и формальных уз, тем не менее, облегчить нашу участь. Я это видел в своей жизни, видел, когда я служил в армии, видел, когда я, ну, попадал в какие-то экстремальные ситуации. То есть Бог не убирал от меня вот эту, может быть, ситуационную обстановку вокруг меня, но тем не менее он в этой обстановке, значит, делал так, что мне становилось легче, проще. Я переносил или избегал многих вещей, которые в этой обстановке могли мне навредить. И я говорю сейчас не только об армии, вообще об экстремальных ситуациях. Ну, у меня в жизни были экстремальные ситуации, не только связанные с армией. Один переезд на Сахалин чего стоит? Да, в советское время проще было переезжать. Я помню, когда был маленький, меня родители водили по Советскому Союзу, тогда было проще. А сейчас поменять место жительства радикально с семьей, там, со школой, со всеми вот этими делами, с квартирой, с багажом, да, без какой-то поддержки, да, без какого-то специального перевода, да, там, внутри организации. А у меня было именно так. То есть я там обрубил концы и сюда приехал, как бы сказать, искать, где бы зацепиться. Это сложно в наше время. Вот. Но, тем не менее, я не хочу хвалиться, а я просто говорю о том, что были разные ситуации в моей жизни, и, возможно, еще будут, в которых Господь не убирал эти обстоятельства от меня, да, а просто позволял легче их перенести и пройти с минимальным вредом каким-то, ну, выводил, грубо говоря, да. И раз уж мы об этом заговорили, я хочу сказать, что в последнее время, да, Господь, Он не просто отменит великую скорбь или заберет нас раньше великой скорби. Нет. Он будет нас хранить во время великой скорби. Как Писание говорит, сохраню тебя в годину искушения, которое грядет на всю Вселенную. На всю Вселенную. И на верующих тоже. Но в этот момент Господь будет держать свой покров над теми, кто к Нему взывает, кто Его ищет, кто к Нему прибегает. Я верю в это. Вот. Поэтому сегодня христиане, которые находятся в экстремальных ситуациях, обстоятельствах, возможно, они хотели бы, чтобы этого не было в их жизни, да, и, возможно, молятся сегодня за то, чтобы прекратились какие-то экстремальные ситуации. Вот. Но мудрость Божья не в том, чтобы убрать экстрим, а в том, чтобы посреди экстрима защитить, вывести и сопроводить, да, на безопасное место, на скалу, значит, защищенную и укрепленную. Вот в этом замысел Господа. А не в том, чтобы отменить экстрим, отменить обстоятельства какие-то неблагоприятные. Сегодня я смотрю на многие церкви, которые усиленно молятся, чтобы не было того или не было чего-то. Будет. Будет, потому что Иисус это допускает, и Он это обещал. Ну, как бы, говорю, это может быть немножко злорадно, но я не злорадствую. Иисус это допускает, это даже, можно сказать, в Его плане. Вот так вот дела обстоят. Поэтому молиться о том, чтобы чего-то не было, или молиться, как говорится, за все хорошее и против всего плохого, это очень неконкретная и, на мой взгляд, маловероятно отвеченная молитва. А вот молиться за то, чтобы в конкретных вот этих тяжелых и неизбежных обстоятельствах получить избавление, помощь и выход, об этом, конечно же, нужно молиться. Можно и нужно. Как Петр в свое время попал в эту темницу, и Господь его вывел. Но, тем не менее, Бог допустил, чтобы Петр в этой темнице посидел. Поэтому хочу сказать, что данная тема является отдельной и большой. Я не буду сейчас о ней рассуждать. Это просто как бы навеяло тем, что мы видим сегодня происходящим в мире, тем, что мы читаем в Писании. Но, тем не менее, Павел, несмотря на эти обстоятельства, был плодотворным, плодоносным и продуктивным, эффективным в деле благовестия, в деле приведения других ко Христу, в деле делания других учениками. И сегодня я хотел бы быть таким же, невзирая ни на какие внешние обстоятельства, слухи, ни на какие угрозы, которые сегодня, возможно, мы очень явственно видим. Поэтому да поможет нам Господь уметь быть плодовитым, родить в вузах. Каждый из нас свое что-то рождает. Я не говорю обязательно о людях спасенных, да? Хотя это главная, конечно же, цель. Это может быть и другой какой-то результат в служении, в нашем хождении с Господом. Но, тем не менее, мы должны оставаться плодотворными. Итак, да научит нас Господь не прекращать рожать. Рожать даже в вузах, да? Несмотря на то, что это не самое, казалось бы, подходящее время. До новых встреч, до новых видео. С Богом!